Радио 54 Социальные танцы это в первую очередь про общение, про социум Вот, и социальные танцы действительно не для соревнований Нужно было назвать коммуникативные танцы Да, 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 на самом деле мы, если что, по чуть-чуть в рекламе используем просто парные танцы Потому что социальные это вот у людей немножечко не то И если использовать парные танцы для взрослых, то приходят те, кому за На самом деле аудитория примерно 18+, где-то в среднем 25-35 лет Вот так, то есть это самая активная аудитория как раз-таки офисных работников Это все программисты, инженеры, продавцы, менеджеры У кого сидячая работа? По-разному на самом деле приходят те, кто работают со сменным графиком И абсолютно разные дизайнеры, фотографы, творческие профессии Так, а старшая группа есть? Есть старшая группа Те, что для тех, кому за Это, я говорю, если называть парные танцы для взрослых, такая аудитория тоже есть И так как мы позиционируем Саша уже поздно или он сюда попадает? Я просто в 35 не попадаю, я поэтому интересуюсь Здесь и старшая группа, да? Я сказала, что основная аудитория это 25-35, но на самом деле мы не ограничиваем абсолютно Если молод душой, готов заниматься наравне со всеми, то, в общем-то, мы абсолютно не ограничиваем И любой человек, который приходит... А можешь в детскую прийти? Слушай, если у тебя душа молода настолько? Вот, собственно, если двигательная активность позволяет, если нет травм таких, улья, на здоровье, то можно заниматься спокойно Вот, а парные танцы для людей, те, которые работают, те, которые очень много посвящают семье, работе Для них просто жизненно необходимо какое-то хобби, где они могут расслабиться, где они могут посвятить время себе, любимым И подвигаться, разогнать кровь в теле Вы знаете, что такое дофамин? Нет Это гормон, который выделяется при движении Ну, то есть при любом движении выделяется гормон дофамин, и он преобразуется в серотонин, гормон радости Вот, и, соответственно, чем больше человек двигается, тем больше у него вот этот вот гормон радости вырабатывается В принципе, можно прогулки какие-то, бег, любые тренировки, они это все дело делают Но танцы, это еще и приятно, почему? Потому что это в паре И когда танцуешь в паре, там очень много всяких психологических штук вылазит Обмениваешься серотонином и дофамином Да, и, как говорят танцоры, ну и вообще, в принципе, кто это видит, это контакт с другим человеком Это телесный контакт в первую очередь И если есть какие-то психологические проблемы, зажимы, то это очень уходит Не хочу сказать легко, но со временем это уходит Особенно у женщин, знаете, вот к те же женщины И вот проходит год, и ты уже спокойно обнимаешься с незнакомыми людьми на остановке На самом деле, танцевальная сфера, она приятная очень, и она располагает Конечно, с незнакомыми людьми на остановке, это надо адекватность иметь А касаемо женщин, хочу еще сказать о том, что есть у нас определенная категория женщин Которая все сама, которая директор или просто какой-то управляющий Сильная и независимая? Да, сильно независимая женщина И когда они приходят в танцы, попадают каким-то образом в танцевальную среду Они просто понимают, что если они не отпустят ситуацию, не доверятся партнеру А ведь партнер-то лидер Потому что мужчина ведет в танцах, да Конечно, да, партнер лидер Хоть одна, скажи, сфера осталась, да, где ее? Вот, собственно Потом, да, это переходит уже и на жизнь, соответственно Именно так Они понимают, что они становятся более спокойные Становятся женственнее, слабее, хрупче и вообще привлекательнее Вот, собственно, очень хочется отметить про мужчин, которые приходят А для них это принятие ответственности Я, конечно, не психолог Я просто наблюдаю все эти процессы И то, как люди меняются, которые приходят в танцы Они становятся более открыты Более доверяют людям Они становятся лучше внешне даже Почему? Потому что, когда ты приходишь на танцы, на вечеринку Нужно подбирать дресс-код Это происходит автоматически То есть это не есть сама цель Сама цель все-таки это получить удовольствие Это вот тот серотонин, который вырабатывается Плюс вот эта вот среда То есть люди же идут на людей И та тусовка, которая есть, танцевальная Она притягательна, потому что люди открытые Потому что люди добродушные, добрые Рады новеньким Потому что хочется, ну, какого-то разнообразия Чтобы счастливых танцующих людей было больше Вот это вообще мой девиз В принципе, вот в течение семи лет, которых я танцую и преподаю Я хочу, чтобы счастливых танцующих людей было больше И поэтому, собственно, я здесь Я хочу рассказать как можно большим количеством людей Что это очень здорово Вы знаете, что... Вот даже я такая сама была В детстве принято, что дети должны танцевать, правильно? То есть ни у кого же не возникает никаких сомнений о том, что надо отдать ребенка на танцы, на гимнастику, на бокс Правильно? Ну, главное чешки купить, главное Да, да, зато запихать Касаемо взрослых людей, ведь нет такого Ведь взрослый человек, он должен типа сам Типа работать и все Работа, дом, семья, рутина, пожалуйста, да Ну, максимум в Таиланд сам съездить, в Турцию куда-нибудь и все Ну, это то, что взрослые себе позволяют А ведь Не только же для детей, а для взрослых В течение всей жизни, вот сколько человек живет Та двигательная активность, это Позволяет людям Чувствовать себя счастливо И те люди, которые не смогли себя в детстве реализовать Например, меня в детстве мама не отдавала на бальные танцы, потому что не было денег И мне очень хотелось, моя подруга танцевала бальные танцы, а я нет И я когда выросла, мне было 19 лет, я подумала, да я же уже могу сама И тем более это не стоит так дорого Я спокойно буду чисто деткой, я просто пошла заниматься сальсой И это было очень круто Я просто реализовала свои какие-то давнишние амбиции Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова